здрасте здрасте а вы чего в шлеме и бронежилете первый день за рулем только что-то я буквы у не вижу слышь ты юморист мне не до шуток у меня такое ощущение что меня убить хотят серьезно хочу вы тогда на и 100 приехали чтоб ты мою машину посмотрел мне кажется что там взрывчатка не-не-не-не-не взрывчатку я искать не буду вам в полицию надо какую полицию ты видал что они со своими машинами делают чтобы я им доверила свою жизнь да не в жизнь ну тут согласен а с чего вы взяли что у вас взрывчатка там да взять мой зараза сегодня утром так говорит хорошего дня вам мама и так ехидно улыбнулся по любому что-то сделал по-моему вы себя накручиваете а я его как облупленного знаю прошлый раз когда у меня мамой назвал он на огороде к шлангу электричества подключил понял такой у вас взять ладно посмотрим что там за взрывчатка у вас уж посмотри все в порядке никакой взрывчатки там нет он не колесо подкрутил чтобы я на повороте в дерево врезалась я все четыре колеса проверил все в порядке ничего не откручено точно он не тормоза скрутил и тормоза в порядке я все проверил можете ехать спокойно что же он имел ввиду а что ты мне ответил что ты имел ввиду когда говорил фразу мама хорошего вам дня узнаю своего зятька есть он ни при чем чего вы не отпустите то я хочу убедиться любит он меня или нет вот у меня был кот так я ему вывезла за 40 километров но он домой пришел сдох на пороге правда но пришел но спасибо тебе что посмотрел да пожалуйста знал бы я что она такая сам бы и что-нибудь открутил бы держись мужик держись бобрый вечеросик вам уважаем спирта не дам ясно вообще-то мы пришли сюда именно с благородной целью да а тогда туалет прямо по коридору налево примитивное мышление вообще-то мы пришли помочь детям единственное чем вы можете помочь детям это не заводить их мы хотели благородно сдать кровь для детей но если вы нас отвергаете мы уйдем да пойдем петрович слива мы уходим идем уходим уходим а вы что даже нас не остановите тем что я вас не останавливаю я как раз спасаю детей вообще-то вообще-то ладно используйте кровь как хотите дети животные просто нужны деньги вы знаете что за сорок восемь часов до того как сдать кровь нельзя употреблять алкоголь пока мы это сорок восемь часов это грёбаная вечность все до свидания сказала ладно пойдем с козырей вы семя принимаете какое семя где-то родительное высший сорт ну за деньги конечно вы что идиоты вы бы еще почку мне предложили бы была мыслишка но у меня последняя гулять так гулять берите мою вот это поступок пошли вон пока я охрану не вызвала охрана охрана пойдем все тут охраняйте охрана отмена а да а в регистратуру сейчас бегу ну ладно быстро спирт спирт где вот он вот он родники если эти алкаши еще раз появится здесь переломайте в ноги только не так сильно чтобы они уйти смогли а вот и будущие инвалиды добрый вечер ну что ж будем лечить это морг у меня здесь два ваших клиента нет нет пока еще живые но алкоголь наши да по отработанной схеме хорошо ну что здравствуйте доктор да да можно проходите доктор это вам да мне да ой спасибо конечно а за что мне кажется вы у меня не лечились вы нас не помните ну мы те два алкоголика которые приходили у вас спирт воровали а боже мой как вы изменились мы вообще можно сказать заново родились да ну не в больнице а в морге но что теперь жизнь налаживается я с женщиной начал встречаться кстати она вам конфеты передала ну не стоило конечно но благодарю спасибо вам большое вам да спасибо вы просто нас с того света вытащили так что может мы это дело отметим ну что вы завязали ни капли вообще отрезали ни капелюшечки какие молодцы ну мы можем идти да в принципе да еще раз да спасибо вам большое спасибо все счастливо до свидания до свидания не болейте ну что вы ой как же все таки приятно помогать людям спирт охрана ну не возьмем мы четырехлетнюю девочку в нашу школу десятый раз вам повторяю не десятый а третий раз ну вот видите какая умная девочка ну ей в садике уже нечего делать ей пора в школу отдавать ну послушайте по уставу нашей школы мы не можем взять ребенка младшего возраста по закону дети которые сдали все вступительные экзамен могут идти в школу я сдала а это она откуда знает как откуда в интернете прочла понимаете просто ребенок развит не по годам ой развиты не по годам дети спокойно переумножают в уме 457 на 378 и даже не задумываются сто семьдесят две тысячи семьсот сорок шесть что можете не пересчитывать все равно в нашем школе для поступления необходимо знать китайский язык ни хао во дяо ке что она сказала а вы что не знаете китайский она сказала элементарную фразу здравствуйте меня зовут Кира она еще год назад этот китайский выучила и это ни о чем не говорит для поступления в нашу школу необходимо знать войну и мир наизусть а такие правила их бин мон принц а это немецкий война и мир начинается на немецком их бин мон принц конец вот все равно мой ответ нет нет и еще раз нет и ничто не сможет повлиять на мое решение войдите здравствуйте Евгений Михайлович вот как и договаривались с меня подарок с вас зачисление моего сына в вашу школу дяденьки улыбнитесь класс взятка должностному лесу статья 368 уголовного кодекса Украины я тут ни при чем мама выставлять в интернет не надо выставлять ни в какой интернет давайте просто зачислим вашу доченьку в школу и все будет хорошо вы уверены да конечно она ведь очень 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 умная девочка хватило бы и одного очень а давайте ее сразу в одиннадцатый класс запишем она экзамены экстерном сдаст и в институт отлично ну давайте тогда и младшего зачислим у вас еще есть ребенок ну конечно вот ну позвольте что спросите сколько будет дважды два сколько будет дважды два а теперь вот ручку сюда а четыре молодец говорят что младшие дети в семье еще умнее угу ничего ничего он от радости так надежда николаевна и что беспокоит надежда николаевна хоть и надежда николаевна много что беспокоит и знаете сосед никак не закончит ремонт вот это розовый не в моде пропустил последнюю серию секса город а собака у меня во дворе секундочку ко мне у вас есть вопросы да к вам есть тоже вопросы смотрите что нужно делать если у меня вот здесь вот будет растяжение руки растяжение очень просто зафиксировать растяжение эластичным бинтом финист гель ну и собственно все что то еще гель это ничего просто мысли вслух скажите а если у меня будет такой знаете внушительный синяк вот как ноги вот возле пупы ну синяк это вообще просто приложить холод чтобы гематома не разрасталась ну можно смазать гепариновой мазью но и собственно через пару дней ничего видно не будет гепариновая или все таки вазелин а ничего скажите а если у меня вот на лице будет такой знаете вот такой большой такой внушительный отпечаток как мужской ладони вот на все лицо ну это собственно тоже гематома ее нужно лечить подождите а почему вы все это спрашиваете я что то на вас не вижу никаких повреждений я так на перспективу спрашиваю понимаете просто сегодня с утра разбила мужа машину у парше панамера господи какой год шестнадцатый был самое главное что вы должны знать что при переломах обязательно зафиксировать кость максимально жестко чтобы не было смещения ага если вы будете терять сознание от ударов в нос а вы скорее всего будете то лучше при себе иметь наш отель и вот очнулись пришли в себя и в больничку в больничку давайте я вам дам свою визиточку звоните в любое время дня и ночи счастливого пути завтра ждем надеюсь мужу соболезнования конечно конечно да прощайте доктор а какой у нее диагноз значит фантомная гематома лица наверное всего лица возможно будут переломы ссадины в общем вечером увидим давайте машинку скорой вот на этот адрес пускай выезжают и подежурить там какое-то время и готовьте операцион так она вроде как здоровая какая она здоровая дура безмозглая разбить Порше Панамера какого года? шестнадцатого царства царства ей небес на кроих ух ух наконец-то где это мы так долго ходим купалась жаль что не утонула что? что что за животным своим надо смотреть что а что случилось? да ничего просто взял и без камня здесь натрусил простите пожалуйста я буду следить за ним лучше вот следите потому что я не успела оглянуться как он все мои брускеты сожрал ну я прошу прощения он у нас часто голодный тогда намордник надевайте на него ну зачем же вы так? он очень послушный и культурный послушный и культурный? да то полчаса на моей ноге висел укусил даже а хотел за грудь укусить извините пожалуйста еще раз вообще-то он у меня спокойный я его даже кастрировала жестокая вы женщина хотя знаете правильно потому что он лежак мой пометил ого я еще раз извиняюсь и обещаю что впредь за своей собачкой буду следить лучше вы за мужем своим следите за этим животным пьяным что? это я о нем вон он ползет разбирайтесь с ним какой урод я же его заплодировала а он ведь его окот подобрал так Саша алкаш-то я так и иди и покупайся утрезвее сможем простите пожалуйста извините моя хорошая скажи пожалуйста а твой муж случайно не вернется? сегодня в ресторане очень большой заказ поэтому я думаю что он не скоро будет дома прекрасно это что такое? это какая-то шутка? нет мой муж очень известный ресторатор и он помешан на этом если он написал забронировано то для него это очень серьезно я думаю тебе лучше уйти ой с у debate ой теперь забронирован пол а кровать свободна из рекламы это что такое? Я не знаю, но еще с утра этого не было. Ой, ты была права, мне лучше уйти. Ну да, да. Моншери, я дома! Шкаф, быстро шкаф! Открывать, открывать, открывать! Здесь тоже забронировано. Этот банкет был просто манифюр. Ну, корочка, а это не то, что ты подумал? Да я, по-моему, все так подумал. Этот месье не забронировал шкафчик для того, чтобы там спрятаться. Да? Я обещаю вам, что в следующий раз я исправлюсь и забронироваю шкафчик, и спрячусь, все будет нормально. Ты обещаешь? Да. Ну что ж, тогда я не буду задерживать. Спасибо, спасибо. Я пойду. Там табличечка. Эта дверь забронирована на мое имя. А мое имя это не просто имя, это бренд. Ну, хорошо, а как же я уйду? Ну, в этой квартире не забронирован лишь балкон. Так у нас же пятнадцатый этаж, он же убьется. Oui, mon chéri, но лучше быстро там, чем медленно тут. Да не переживай. Всего хорошего. Не переживай. Пока ты будешь лететь, я все забронирую. Что вы забронируете? Столовую, кладбище, оркестр. Все будет малифик. А сейчас я приготовлю для тебя нечто особенное. Где мой набор ножей? На краях. Конечно, поможем. Мы же с вами практически коллеги. Вы знаете, приятно такое слышать. Просто не все к нам сейчас хорошо относятся, понимаете? Да понимаю. Ну, что вы, что вы. Как можно к вам плохо относиться? Мы же с вами практически одно дело делаем. Стоим на страже закона. Да, да. Да. Я рад, что мы с вами нашли общий язык. Да. И отдельное спасибо за печеньки. Да что вы. Очень вкусно. Очень. А насчет ориентировочки, да, мы обязательно, как только встретим вот этого вот страшного человека, мы его сразу же задержим и вам позвоним. Спасибо вам. Спасибо. Счастливо. Всего доброго. Да, удачи. До свидания. До свидания. Всего доброго. Рад был знаком. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Да. На. Рад, что мы нашли с вами общий язык. Да. Значит, как выписывать мне штраф за неправильную парковку, так я обычный человек. Ага. А как преступника ловить, так значит, мы уже коллеги. Ну, да. На тебя. И его еще печеньем угощал. Ой, да ладно, оно все равно просрочно. Оно у нас здесь три года лежит. Вон, Рекс его даже есть не захотел. Так, пооблизывал. А я так три штуки съел. Видать, не кормят их там козелами, харчами. Да. Ну, что притихли там? Вылезай. Так вы, Олег Петрович, утверждаете, что вы обычный рабочий, который едет на заработки, да? Ага. Работяга. Серость. Лимита. Ну, да, ну, да. А в регировке написано, что вы, будучи на должности в министерстве, присвоили себе бюджетные средства в особо крупном размере, за что и объявлены розыск. Угу. Блин. Сколько? Ну, мы ж не звери. Да. С рабочего человека много не возьмем. Да, ну и нечестные полицейские. Те бы все забрали. Так что, я думаю, ну, тысяч семьдесят, восемьдесят. Округлим до ста. Да вы че, мужики, какие сто? Тогда мы звоним нашим друзьям, которые очень любят печенье. Так. Я понял. Договоримся. Ну, вот и славно. Значит, для меня этот мужик даже больше коллега, чем тот хрен с погонами. Да. Понабирает по библии. Да вы не отвлекайтесь. Выкладывайте, выкладывайте. А, да. О, новенький. Ой, Олег Петрович, просьба у нас в план. Можете вот это старые нам не пихать. Новыми давайте. Давайте, давай. Мало ли кто эти старые тропы. А новые. Они как бы новые на то и новые. Мы же тоже новая поможена. Да. Вы не волнуйтесь, Ольга Михайловна. Этот вопрос мы решим. Да-да, входите. Здрасте. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Проходите, присаживайтесь. О, здрасте. Сергей Анатольевич, почему я вас вызвала? По просьбе Ольги Михайловны. Ольга Михайловна, здрасте. Здрасте. Вообще-то для свиданок с такими кралями мне посредники не нужны. Может, ты пойдешь погуляешь куда-нибудь, мышка? Теперь понятно, в кого ваш сын такой. Откуда? Да, что понятно, Ольга Михайловна что-то. В каком смысле-то? В каком смысле? Он постоянно пристает к моей дочери. Хотя он ей абсолютно не нравится. Да ничего страшного. Не нравится, не нравится. Потом как понравится. Вы поймите, это ненормально. Да нормально это все. Он же пацан. Она телочка. Ну, в смысле? Это ненормально. Он ее постоянно дергает за косички. Зажимает в разных углах школы. Толкает на лестницы. Да это вообще домогательство. Да какое домогательство? Прямо вы уж тут начинаете. Да нормально все. Я и сам такой был в юности. Как сейчас помню. Тоже девкам проходы не давал. В коридорах их тискал. Сиренады под окнами пел. Ты сейчас-то уже что? Сейчас-то только бизнес, бизнес с бабки. Бабок, кстати, у меня куры не клюют. Мой мэрс там под окнами стоит. Да. У меня уже столько бабок, что я могу сам не петь. Могу просто Битлз пригласить, а сам обалдеть. Я, наверное, сейчас вас удивлю, но Битлз распались. Да ничего страшного. У меня бабла столько, что соберутся ради меня. Я думаю, вряд ли. Но дело не в этом. Поймите, не нравится Олиной дочке ваш сын. Сердцу не прикажешь. Да ладно, сердцу не прикажешь. Я вот помню себя в юности. 99-й год. Ялта. Иду, а передо мной такая краля рыжая. Вот такая вот, как огонь. Я, значит, ей сразу подкатываю. Ох, блин, ты что. По набережной ее водил. Вино, помню. Шардоне такое. Изабелла? Ну да, Изабелла, точно. У меня что-то бедный студент был, где их вообще не было. И я вот это вот, она. Изабелла. Набережная. Ох, я ей песни до утра пел. Помню, технология. Нажми на кнопку, получишь результат. Потом слова забыл. Да, точно слова забыл. Это, ну, что, на эмоциях. Очень хотелось просто ее, это, прям там. На набережную. На набережную. Оля? Да. Ялта? Да. 99-й год? Да. Ух ты, Жизнь. А дочка у тебя в каком году родилась? А в 2000-м. Выходит, что моему сыну нельзя твою дочку за косички дергать. Нельзя, неправильно это, не по-людски. В общем, пойду я своему охламону-то сейчас всыплю по первое число, чтобы знал, как девчонок за косички это дергать. Ага, ну, вам счастливо тут. Все, это. А вы не подскажете, как элементы оформить? Я тут себе шубку новую хочу. Конечно подскажу. 15% и вопрос решен. 10. Ольга, я думаю, торг здесь неуместен. Договорились. Так, один, один. Один и один. Все, тебе доберется. А вы уверены, что так надо в нарты играть? Не уверен, но можем сыграть еще одну. Здравствуйте, старший. Здорово, мужики. Здравствуйте. С машиной что-то? Вот три метра едет, глохнет. Три метра едет, глохнет. А, ну понятно. Это значит, что есть Бог на свете. В смысле? В смысле, в церковь тебе машину надо отвезти, чтобы ее посвятили. Или к бабке какой-нибудь, чтобы она тебе яйцом выкатала все проклятия. Ёлки-палки, кто же ты нас проклял, а? Ты че, не знаешь, че о вас в народе говорят? Ты послушай, там такие проклятия про вас хмут. И на букву П в том числе. Слушай, мужики, ну мне не до шуток. Машинку гляньте. Какой год? Двенадцатый. Так а че там смотреть? И так понятно. Амортизаторы все четыре по кругу. Стойки стабилизатора, рычаги заднее и переднее. Эти, я смотрю, зеркала нестандартные. Надо оригинал ставить, а не это, поменьше поприжать ей будут. Ну и эта самая, крышка капота скрипит. Это у них у всех болель такая. Менять надо вместе с крышкой. Всего три двести получается. Не, ну вы уверены, что проблема именно в этом? Тут кто профессионал? Ты или я? Вы. Вот именно. Я тебе рассказываю, какие машины останавливать? Нет. Вот и мне не надо рассказывать, че делать, че не делать. Хочешь, будем делать, не хочешь, не будем делать. Ладно. Три двести? Три двести. Вот. Делайте. Я скоро зайду. Счастливо. Диаполик, это че за представление было сейчас? И это не представление. Это возмездие. Он меня уже даже и не помнит. А я ехал к дещине недавно. Он меня как остановил, как давай заливать. Где аптечка, где тушитель. Короче, сбрил меня на три двести. Вот я их и отбил. Ну да. Ну-ка, давай еще партечку. Ага. А там на три двести. Так. Ты убери руки. Ну, ходи. Я похожу. Похожу. Херлык. Рано радуйся. Это турецкий гамбит. Я специально отдал пешку, чтобы потом выиграть сражение. Да какой гамбит, Саня? Вообще-то тебе мат. Давай лобешню. Лобешню. Блин. Ёлки-палки. Ну не дадут людям поработать. Лейтенант Кринетя. Да, выезжаем. Что там? Блин. Угадай с трех раз. Точнее, с одного. ЖЭК заминировали? Угу. Блин, ну десять раз уже туда ездили. Все вызовы ложные. Кому это нефиг делать? Есть у меня один кандидат. Поехали. Поехали, поехали. Ну, поехали. Сейчас я ему устрою. Давай, давай, давай. Что вы делаете? Да шевелись, шевелись давай. За что вы меня? Загребли, не имеете права. Это, это, не имеете права. Что я сделал? Десять раз позвонил к нам в милицию о том, что ЖЭК заминирован. Это не я. Это клеп. Это поклеп. Это, это поклепка, клепка. Клепка, поклепка. Сейчас мы из тебя выбьем показать. Угу. Ага. Бей меня хоть молотком, говно. Все равно ничего не скажу. Понял? Вот. Дед, никто тебя бить не собирается. Крыныца, доставай. Все. Сейчас достанем. Опа. Пардоните, Владимир Ильич. Ну, прощайте. Стой. Стой, гад. Стой, Ирод. Ладно. Все скажу. Не смей. Не смей Ленина бить. Все скажу. Говори. Да. Я это звонил. Я. Ах ты ж. Зачем? Зачем? А чтобы эти гады, сволочи, ироды эти не смогли работать. И в конце месяца не смогли эти платежки гадские огромные присылать. Вот. Дедуля. Я тебя расстрою. Но будет ЖЭК работать. Не будет. Платежки все равно будут приходить. Ага. Что же они? Цифры из головы брать будут? Прикинь. Вот гады. Вот сволочи. Вот ироды. Так. Я имею право на последний телефонный звонок. А. Что? Опять ЖЭК заминируешь? А. Клянусь здоровьем Ленина. Ничего минировать не буду. Ох. Ладно. Соседу. Соседу. Ага. За кошечку. Соседу. Соседу. Это джек чертовой материи. Ты чего, дедка, мы подрываем. Ты что, фонарил, что ли? Быстро побежали. Остановим этого Петровича. Нет, нет, Петровича просто так не остановишь. Ему в этом месяце платежка за горячую воду на полторы тысячи пришла. Врагу не сдается наш гордый Петрович. На троих.